Сэй Сёнагон. Записки у изголовья. Сутры. Сутра лотоса во время непрерывных чтений. Колодцы. Колодец Хорикане. Трудно копать. Тамануи. Яшмовый колодец. Хасирии. Бегущая вода. Речь. Я Мануи. Горный колодец. Хотела бы я знать, почему с давних пор его поминают в стихах. Мелкий тот колодец. Говорят о мелком чувстве. Про колодец Асука поют. Вода свежа и холодна. Чудесная похвала. Колодец Тинуки. Тысячекратно пробитый. Колодец Сё-Сё. Младший военачальник. Сакураи. Колодец вишнёвых цветов. Кисаки-Мати. Селенья императрицы. Равнины. Равнины. Прежде всего, разумеется, равнина Сага. Равнины Инами. Ката. Кома. Тубухи Но. Поли летающих огней. Равнины. Равнины Симэдзи. Касуга. Равнина Сакэ. Красивое имя. Но не пойму, отчего её так назвали. Равнины Мияги. Аваки. Оно. Мурасаки. Кто выглядит самодовольным? Тот, кто первым чихнёт в новогодний день. Человек из хорошего общества особенно не возликует. Но уж всякая мелкота. Тот, кому удалось, победив многих соперников, добиться, чтобы сын его получил звание к уроду. А также тот, кто в дни раздачи официальных постов назначен губернатором самой лучшей провинции. Все поздравляют его с большой удачей. А он отвечает. Да что вы! Это полное крушение моей карьеры. Вид у него, между прочим, как нельзя, более самодовольный. Молодого человека избрали из множества женихов. Он принят зятем в знатную семью. И, как видно, упоём счастьем. Вот я какой! Провинциальный губернатор, назначенный членом Государственного Совета, ликует куда больше, чем обрадовался бы любой придворный на его месте. Видно, что он считает себя важной персоной. Такое самодовольство написано на его лице. Болезни. Грудная болезнь. Недуги, насланные злыми духами. Берри-берри. Болезни, причину которых трудно разгадать. Но они отнимают охоту к еде. У девушки лет восемнадцати, девятнадцати, прекрасные волосы падают до земли ровной, густой волной. Девушка пухленькая, миловидная, необычайно белое личико, радует взгляд. Но у нее отчаянно болят зубы, пряди волос, беспорядки, сбегающие со лба, спутались и намокли от слез. А девушка, не замечая этого, прижимает руку к своей покрасневшей щеке. До чего же она хороша? Одинокоживущий искатель любовных приключений провел где-то ночь и вернулся домой на рассвете. Он не ложится отдохнуть, хотя его клонит сон, но вынимает тушечницу, заботливо растирает тушь и, не позволяя своей кисти небрежно бежать по бумаге, вкладывает душу и сердце в послание любви для той, которую только что покинул. Как он хорош в своей свободной позе! На нем легкая белая одежда, а поверх нее другая, цвета желтой керии или пурпурно-алая. Рукава белой одежды увлажнены росой, и он, кончая писать, невольно бросает на них долгий взгляд. Наконец, письмо готово, но он не отдает его первому попавшемуся слуге, а выбирает достойного посланца, какого-нибудь юного пажа, и шепчет ему на ухо свой наказ. Паж уходит. Господин задумчиво смотрит ему вслед и тихонько повторяет про себя подходящие к его настроению стихи из разных сутр. Тут служанка говорит ему, что в глубине покоя готовы для него завтрак и умывание. Он входит в дом, но, опершись на столик для письма, пробегает глазами к книге китайской поэзии и громко скандирует захватившие его стихи. Но вот он омыл руки, надел на себя лишь один кафтан без других одежд и начинает читать на память шестой свиток сутры лотоса, похвальное благочестие. В это время возвращается посланный, как видно, дама жила неподалеку и подает тайный знак господину. Тот сразу прерывает молитвы и всей душой предается чтению ответного письма. А это, думается мне, греховный поступок.